Я не так, знаешь, там на самом деле очень много негативных отзывов. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас в гостях скромняшка Крис. Всем привет. Она почему-то неуважительная на месте к видео. Это потому что... Ладно, иди сюда. Ты сказала мне сеть в угол. Я просто хотела тебя подставить. Но не получилось. Так, давай, выровни спинку, как я сядю. Почему я выше? И голова у меня больше. И голова у меня больше. Посмотри, вот как ты так сидишь. Списнись туда чуть-чуть. Красотка Мэри. Блин, был расчесался. Да всё хорошо. Вот почему Кристинка бывает лохматая или ещё. Она говорит, надо расчесаться, надо накраситься. Я говорю, да всё хорошо. Подруга. Вот как-то вот так хочется. Или вот так. Мало ли что тебе хочется. А как ты так крутишь? Я просто расслабляю о том, что крутишь. Нам надо тоже. Опять ему не посередине. Всё, вот так мне хорошо. Это мне хорошо. Привет, моя хорошая. С вами Селена Суэй и Скромняшка Крис. Всем привет. Мне показалось, что я сказала. На себя, Скромняшка, а на тебя, Селена. Прикинь, я же застопорилась. И сегодня у нас будет видео фикс прайс. Я была недавно фикс прайс. И кстати, ты знаешь, что Денька, сын-то наш, первый автограф дал. Да ладно. Да. Его узнали. Причём он побежал вперёд. Он же теперь со мной бегает по фикс прайсу. Я его так отпускаю без коляски. И он такой идёт, и девочка такая там вдвоём с кем-то. Они раскладывали, работали там в фикс прайсе. Ты уже надоела там всем фикс прайсить. И она узнала его такая. И такие типа раз-раз что-то там. Здравствуйте. Такая застеснялась. Потом боялись подойти автограф спросить. И попросили написать, Валерия, по-моему, девочки ее звали, от Дэни. Я говорю, прям от Дэни писать? Может от Дэни, сына Селены? Нет, от Дэни. Подожди. Можно я это оставлю? Нюансы в видео. И в общем мы вместе, я его рукой нарисовала сердечко. Вот она потом в Инстаграм присовала. Так что ей привет. Я надеюсь, я правильно. Просто столько имён, и я все не запомнила. Ты скоро всё сделаешь. Да. Почему ты мне раньше вот это не дала? Почему? Итак, что я набрала? Первое, что я скажу, что я набрала. Смотри, какие милашки. Вы же помните, я своей племяннице покупала куколку в фикс прайсе. И это очень классно, потому что каждый раз можно ребёнка радовать. Смотри, какие штуки там. Давай им сначала покажу. Вот такие вот одежды пришли новенькие по 55 рублей. Платьишки. Теперь будет моя племяшечка наряжать свою куколку. А ты еду всё ищешь, да? И вот такая новиночка пришла. Во всяком случае, я раньше не видела. Может, их уже привозили. Это вот такая сосочка, ложечка, потом ещё бутылочка. Вот этот слюнявчик. Ай, соска прям вообще. Прелесть, да? Для моей племяшки. Вот это вот всё новенькое, что у нас лично в фикс прайсе. Не знаю, как в других. Короче, это стоящая такая вещь. Мне кажется, теперь можно каждый раз не с пустыми руками приходить, да? Согласись-ка. Сиська, согласись-ка. Ещё будет еда, кстати, у нас. Слушай, смотри, ты помнишь, что ты про мишуру говорила? Я нашла мишуру случайно. Мишуру я вам говорила, что я думала. А вешать? Ты хотела сделать с бусинками. А здесь, смотри, продаётся какая. Ну, здесь, как я понимаю, полметра всего лишь. Вот здесь, в ширину она. Прикольно. А, ну всё, вот, маленький вход. Слушай, это не полметра, это вообще... А вообще, к чему она? Это тоже занавеска? Это занавеска, да. Вот здесь продевается она. И вот такая висит, но она 2 метра, по-моему, вот эта вот. А, ну, да, посмотрю. Да, 2 метра, вот эта вот фигня. Прикольная. Прикольная? Запах такой какой-то мерзкий. Слушай, а Джена забутала. Джена? Джена? Ну, в целом, вот смотрите, Кристинка, она просто снимает видео, а сзади... Ну, убери ручки. А сзади... Фон. А сзади фон. Или я. Короче, я взяла одну, потому что я была не уверена, что это такое. Ну, в общем, мне кажется, прикольно. Даже просто 2 занавесочки такие тоненькие, да? Повесить, вот, кухня там или что-нибудь. Короче, не знаю, зачем я это взяла. Взяла, она стоит 50 рублей. Ладно, потом разберемся. Запах вообще такой мирский какой-то. Снимитесь, скажите. Аж нехорошо стало мне. Так, и что? А, еще я нашла, представляете, футболку Деньки. Взяла вот такую, хлопочек. Потому что майки таких не было, а нам майки постоянно нужны. И вот одну нашла, представляете, больше не было. Я же еще хотела затарить. Но, по-моему, они стоят 50 рублей. А в Ашане такие стоят 40. Я потом пошла в Ашан, поехала в Мегу и купила таких еще 5 штук. Так что нашла. Все на майке есть. Что, ты хочешь есть? Что, твоя еда тут? Все, пошла еда. Из такого все закончилось. Что ты будешь? Короче, что у нас из еды? Вот новенькая, например, московь. Это постоянно пичи. Это постоянно, потому что я люблю, они закончились, и я хочу пичи. Мне нравятся вот эти пичи тем, что они такие загорелые. Вот, то есть, кто любит печенье загоревшее, это для того. Это для тех людей. Я не люблю просто светлое печенье, я люблю поджаристое такое. Я взяла московский картофель с соль с перцем, который я еще не пробовала. Тут прям перчик нарисован. А второй московский картофель, который мы уже пробовали. И он с креветками. Давай, открывай. Он вкусный. Открывай просто. На самом деле мы хотели поесть. А у тебя нечего есть. У меня нечего есть, поэтому я говорю, Крис, давай снимем фикс прайс. Я тебя накормлю чипсами. Глаза. Слушай, какие необычные. Что это? Прям перец ощущается. Ну, так это его. У тебя вкуснее. Да, ну, ешь, как я парочку съел уже, как это, аромат, да, в носу. Уже придирается и все, да. Попробую с перцем. Попробую с перцем. Странно. Какие чипсы я сейчас съем? С перцем. У меня аж перчинка. Я еще ни разу не пробовала. Здесь, наверное, меньше химикатов. Вот здесь общество с ограниченной ответственностью московских картофель. Прям перец. Голова закружилась. Так вот, как дало. Под затылем. С голодухи тебе просто. Диоксид крем неаморфный. Я не читала. Еще вторым. Зато честно. Второй волной накроем. Зато честно. Слушай, мне вот эти вот, они островатые. Да. Ты чувствуешь, они немножко это, перчат. Мне кто-то звонит и никак не может успокоиться. Тебе какие больше нравятся? Ну, если бы они не написали, что здесь регулятор кислотности, сказали бы, что это натурально. Если бы ты не читала. Ну, креветка лучше согласились. Конечно, вкуснее креветка. Она более такая ароматная. А вот здесь я не пойму, кстати, я взяла попкорн еще. Мы с Кристиной, кстати, видео я оставлю Кристина под видео. Видео Кристина под видео оставлю. Мы там ржали. Я была в супер-мега-шляпе. Кто еще не смотрел вообще, классное, позитивное видео. Реально. Мы там с Денькой, всей семьей, короче, пробуем вкусняшки с Кристинкой. И она брала, кстати, попкорн. И мне он очень понравился. Потому что я, на самом деле, работала когда-то на попкорне. Продавала его. И я знаю толк в попкорне. Я, короче, везде работала. На хитчике, да, на армяне работала. На попкорн. Зарабатывала, кстати, неплохие деньги. Ну, там, обманывала чуть-чуть. Ну, не хозяина. Не людей, честных. Вдруг типа сейчас смотрят. Хотя нет. Хозяин. Хотя я и людям не докладывала, я помню. Ну, мне было 11 лет. Я выживала, как могла в этом тяжелом мире. Ты понимаешь, что в нашей стране, да и в общем-то, признаваться ни в чем нельзя? Ты еще не зарубила себе это на носу. Почему нельзя? Что такое зарубить на носу? Зарубить на носу? Прям зарубку сделать. Да. Зарубить на носу, это значит взять топор и херануть себе по носу. Вот я тоже так и думала. Поэтому я не хочу ничего зарубивать себе на носу. Я тоже не хочу. Мне кажется, когда люди так говорят, заруби себе это на носу, они желают зла. Они хотят, чтобы без носа ходили. С зарубком на нос все, вообще. Короче, ты взяла в прошлый раз попкорн, и там было написано, что он сладко-соленый. А здесь я не вижу. Так, подожди, вот, sea salt caramel. Ёптель-моптель. А что такое ёптель-моптель? Ну, давай, соглас... Пойдем от противного. Так это те же самые. Мы по внешнему виду вот серенькивые. Да, тоже соль. Очень вкусные, кстати. Ты с чего спряталась? Что ты там делала? Я насыщала. Ты зарубала себе на носу? Дела на носу зарубку. Я разговаривала с чипсами. Молилась. Ты читала, по-моему. Ты плохо видела? Да. Подожди, а когда ты читала... А когда ты читала не вот так близко, как ты видишь обычно, а вот так? Ты выдумывала, что ли? Девочки, короче... Я до этого просто уже заучила все. Короче, не надо. Девочки, запомните. Если Кристина держит что-либо на вот таком расстоянии примерно, знайте, что она сейчас выдумывает. Либо что-то по памяти стихотворения, понимаете? На самом деле она вот так читает. Ну, прочитай. Я тебя подержу тебя. Застав, маленькая сонка. Кукуруза. Сахар. Бедную. Блин, реально ты так видишь? Чего ты очки не носишь? Ты же мои очки. Все, заранее уже там. А без меня как? Никак без тебя. Поэтому я к тебе и учусь. Без меня вот так. Без тебя вот так. Думаешь, они его посмотрели? Да, мало ли. Почтирал. Давай, говори. Вот типа что-то случилось с объективом. Вот что-то случилось. Ты что-то хочешь сказать? Сломался? Я чувствую, ты что-то хочешь сказать. Сломался у меня объектив. Сам сломался. Сломался объектив у меня приехал. Думали, думали. И включали, и выключали, и перезагружали. Нужно было просто приехать к селении и вспомнить, что у нее тоже старый был фотоаппарат Sony. Но у него объектив лучше, чем мой. И даже отчасти хорошо, что мой пришел в негодность. Да может, еще сделаешь, я гарантию еще. Да, я приеду. Короче, у Кристинки теперь новый объектив. С моей старой камеры, но оказывается, он круче. То есть он больше, он выдвигается лучше. Так что теперь заиграют видосы у тебя новым этим. И, кстати, влог там. Влог с Самары будет на него. Его удобнее держать. С одной стороны держать. А куда у него? Нормально. Короче. Ну все, фикс-прай закончен. Этим мы не будем пробовать, потому что мы там у Кристинки их пробовали. Они сладко-соленые, они прикольные. Реально крутые, хрустящие и так далее. Сегодня покупочек немного в этот раз. Я вот хотела успеть просто в феврале выложить видео. Я думаю, что уже в марте я схожу в фикс-прайс. Я надеюсь, что будут новые новинки. Потому что сейчас ничего особо нового не было. К 23 февраля я не стала там брать ничего. Потому что... Правильно? Ну потому что как-то вот... Потому что там один мусор к 23 февраля. Согласись-ка. Как-то вот мне очень хотелось бы дарить мусор. Парням. Солдатики какие-то. Так что у всех, кто будет снимать фикс-прайс на 3 февраля. Я вот брату на 23 февраля и своему любимому. Я уже любимому подарила на 14 и на 23 февраля. А вот брату на 23 февраля я в Фаберлик выбрала очень много всего. Вот там достойно, мне кажется, да? Ну, мне особо некому. Я выбрала своему дядю Вове. Туалетная вода. Вот придем пока. И я выбрала своему. Ну и наборчик там, короче, сделала им. Туалетная вода. Короче, все занюхаем. Придет скоро, все покажем. Ну что, будем прощаться. Целуем вас, любим. И надеюсь, что фикс-прайс будет нас больше радовать новинками. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok